Субтитры делал DimaTorzok Сегодня наши гости вам не только поднимут настроение, но и расскажут о том, что же интересного происходило и будет происходить у нас в Самаре. В Самаре непростой, литературный. Год литературы продолжается, он не заканчивается, и интересные мероприятия у нас уже происходили, проходили, становились наши сегодняшние гости их активными участниками, поэтому предлагаю с ними познакомиться, если вы еще не знакомы. Итак, с нами здесь руководитель Центра чтения Самарской областной библиотеки, поэтесса Софья Сарамятникова. Здравствуйте. Также с нами здесь поэтесса, победительница Большого поэтического ринга Ирина Мишутина. Здравствуйте. И рефери поэтического ринга, ведущий, литератор Дмитрий Львов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что праздники продолжаются, и год литературы до самого Нового года у нас будет происходить. Что интересного уже было, Софья, такого знакового? Ну и что будет, может быть? Да, мы организовали прекрасный Самарский литературный фестиваль. Он был не только в рамках Года литературы, но и в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, который вот совсем недавно прошел в Самаре. Самара была очень статусной, она была столицей, библиотечной столицей всей России, и вот в рамках этого был Самарский литературный фестиваль. Удался? Да, было очень интересно. Были, стартовали впервые в Самаре велосипедные экскурсии по памятным литературным местам. Можно пальцы, да, загибать, мне кажется, хватит, не хватит? Да. И, кстати, они продолжаются, то есть велосипедисты у нас не закончили ездить. Но об этом мы остановимся, расскажем нашим гостям, нашим зрителям. Большие читки, это чтение монопьес с самарскими актерами в вузах и библиотеках города и области. Тоже продолжаться будут? Да, безусловно. Запись поэтов на радио «Время звучать», рубрика называется «Наши поэты», тоже активно у нас... Этот проект, да? Этот проект, да, существует. И у нас впервые прошел большой поэтический ринг. Это такая... Битва не на жизнь, а на смерть. Битва не на жизнь, а на смерть. И у нас победитель Ирина Мишутина, она получила настоящий чемпионский пояс. И вообще такая была интересная атмосфера, достаточно нервная, азартная. 16 участников по олимпийской системе вышло, выходило на ринг импровизированный все меньше и меньше. И в итоге вот Ирина с Андреем Савкиным сразились в финале. Мальчик-девочка. Битва полов. Девочка побила мальчика. Словом. Да. Ну, я думаю, все произошло честно и логично. Досталось, да, молодому человеку? Тяжело было. Вообще мне в соперники попадались только парни почему-то в этот раз. Поэтому, наверное, так должно было случиться. Но последний раунд, он был самый сложный. Жюри все никак не могли решить. То есть сталкивали вас, сталкивали, я так понимаю, да? Да, но зрители тоже имели свой голос и, собственно, в какой-то мере за счет любви зрителей, возможно, я и победила. Потому что перевесил именно голос зрителей. А что нам скажет судья, рефери? Сложно ли было, вот если говорить конкретно про Иру и про ее соперника в финале, вот так вот судить, быть беспристрастным? Удачу в Ницце я не заработал. А все поэтому было честно. Но там прозрачная система, действительно, олимпийская. Зрители голосуют и двое судей. Три голоса, либо единогласно, либо чье-то большинство. Пополам не бывает. Хотя был, по-моему, как раз на вашем раунде с Андреем или с кем-то был? Нет, в полуфинале с Артемом Кашевским зрители проголосовали пополам. И жюри тоже проголосовали пополам, поэтому у нас был дополнительный круг. С ума сойти. Ну, я предлагаю нашим зрителям посмотреть, как же все-таки это было глазами нашего корреспондента, а потом вернемся в студию и поделимся с вами впечатлениями. Мы рады приветствовать вас на открытии большого поэтического ринга в самом амбициозном самарском литературном фестивале. Мастера слова и рифмоплеты – такое количество любителей поэзии в одном месте увидишь нечасто. Сегодня они выходят не просто на сцену, на ринг. Вы когда-нибудь видели боксерские поединки? Вот они и будут сходиться, только драться будут с стихами. Ну, а мы, как положено, всем судим, будем их и судить. Вот когда в данный конкретный момент люди загораются, аплодируют, свистят, что-то активно делают в ответ на слова, значит, момент поэзии удался. Собственно, все. Судьбу участников во многом определили зрители, даже в том, кто вышел на ринг. Заявок было подано 53, однако по регламенту турнира соревноваться могли только 16 поэтов. Имена счастливчиков вытаскивали из боксерской перчатки прямо перед началом турнира. На то, чтобы покорить зрительские и судейские сердца, у каждого поэта было три минуты. Двери ночи я перепутала, я теперь лечу на луну. Здесь немыслимо одиночество, здесь не падать сверху вниз. Тамара Кузнецова пишет стихи с шести лет. В поэтических баттлах участвовала не раз. Признается, на боксерском ринге ей понравилось. Соревноваться, когда ты относительно готов, это, конечно, заряжает. А когда ты не готов, это немножко, конечно, выбивает с колеи. Надо уметь читать стихи, естественно, не бояться. Я тоже боялась в свое время. Поэтический ринг – это не только шанс проверить себя, но и хороший старт для молодых поэтов. Победитель получает возможность издать сборник собственных стихов. Ну, как раз-таки мой следующий вопрос был адресован Ирине про сборник стихов. Хорошая подспорья, я так понимаю, хороший подарок. Это, собственно, та причина, почему я пришла на поэтический ринг. Приз был... Корыстная. Алчная. Ну, не без этого. Я долго думала вообще идти туда или нет. Думаю, ну, такой шанс упускать нельзя. Потом я долго боялась, что я не попаду даже в эти 16 счастливчиков. Попала и победила. Это вообще какое-то невероятное чудо. При том, что первая книга вышла не так давно, а для второй книги, в принципе, материал еще не набрался в полном объеме, поэтому придется много работать, чтобы... Заполнить, да? Заполнить, да. Книгу и уже радовать читателей как можно скорее. Суфь, ну, поясни, вот этот момент, что подало такое большое количество участников, а прошли не все. Какой у тебя был принцип отсева? Кто это все рецензировал, как ты читал? Как было сказано в сюжете, все было в перчатке. Все заявки, все те пришедшие были напечатаны на листочках, и сами зрители выбирали, вытаскивали из перчатки. То есть дело случая получили? Да, дело случая. То есть кто-то вообще пришел такой готовый, готовый, и не получилось? Ну, сами подумайте, слушать 53... Можно такой, ну, стоп, 24-часовой провести? Можно, конечно. Не все выживут, я думаю. Ну, вот как раз таки беду. Особенно рефери и судьи, вот, зрители-то будут меняться. Ну, поэт должен быть голодный, я не знаю, чтобы писать хорошо. Рефери не любит быть голодным. Рефери, ну, понятно. Ну, кстати, вот насчет рефери. Какова его была функция, то есть, я так понимаю, объявить, как-то представить? Ну, безусловно. Вовремя остановить их, чтобы их не заносил. Они же поэты, бывает, что... Немножко зная поэтов. Так. Они же так не от мира сего немножечко летают где-то в своих поэтических империях. Ну, естественно, публичное выступление далеко не для всех. Тырин у нас опытный боец. А многие, они... Стесняются. Стесняются, да. И вот чтобы вывести их как-то из этого ступора... Это основная моя функция была, потому что правила очень простые и всем известны за школу. Защекотать. Реши пишет буквы и, и не с глаголом пишется отдельно. Все, главные правила поэтического батла. Вывести их из ступора и как-то расшевеливать публику, чтобы она далеко в рефлексию не падала. Потому что были, действительно, очень глубокие стихи, после которых хотелось все остановить и так минут на 15 повиснуть, так пообдумывать, попереживать. Сидеть. Вот. Но... Динамика должна была быть. Совершенно верно. Шоу должно продолжаться, несмотря на хорошие стихи. У нас фотографии, кстати, есть с большого поэтического ринга. Я предлагаю их нашим зрителям показать. Сегодня Ирина постеснялась прийти в поясе, потому что, видимо, думала, что ее будут останавливать на улице и пытаться с ней соперничать как-то словом, я не знаю. Рассказывайте, что мы видим. Я так понимаю, гостей сопровалось предостаточно, но погода немножко подвела, да? Да, погода подвела, поэтому, как мы обещали, мы будем... Мы хотели делать, в общем, это на улице, но пришлось перенести их в помещение, потому что на улице было достаточно холодно. Значит, надо еще раз летом. Да, мы, конечно же, будем проводить эти ринги. Да, собралось около ста человек. У нас была настоящая команда чирлидинга от Федерации Чирлидинга. А девочки проходили вот так вот с номерами участия? Да, у нас была. Да, у нас была. Каля была, да. Да, не просто девочка, а писательница Галина Михайлова. Да, у нас она была. Да, она, кстати, да, известная у нас в Самаре, в том числе и мастерица танцевать на больших каблуках. Поэтому она была очень прекрасна с этими табличками. Ну, судим, было тяжело, они как потом делились впечатлениями? Тяжело было, особенно в конце, когда оставались наиболее сильные, наиболее интересные. Да, ну вот тот самый момент, когда нужно было показать людям главного победителя. Где висит? Лежит в шкафу. А как же на стенку повесить? На стенке уже слишком много всего висит, пояс не окуну вешать уже. Отдельную лабораторию поэтическую заводите. Ну, я так поняла, что вы довольны. Да, да. А люди, участники? Мы получаем очень много таких положительных даже восклицаний, не просто отзывов. Мы будем, конечно, проводить еще. И я думаю, осенью нас ожидает настоящий боксерский ринг, не импровизированный и уже серьезная, такая же серьезная битва. Ну, я знаю, что лето, вот сейчас, которое стоит на дворе, прекрасное время для того, чтобы, если вы на каникулах в отпуске, ходить почитать. И почитать не просто на открытом воздухе. Я так понимаю, открытие читального зала произошло. И тоже у нас есть фотографии. Для чего это происходит? Это привлечение людей в библиотеку читать, отдыхать, дышать свежим воздухом? Просто летних таких новых форматов, он далеко не первый год. Мы просто стараемся торжественно каждый год его открывать. На самом деле, летний читальный зал, он для всех, для всех возрастов. И детская площадка там присутствует, проводятся детские мероприятия. И мероприятия для поэтов. И студия Евгения Петровича Чапурных, которые проводят с более возрастными авторами литературную мастерскую. То есть мы работаем абсолютно для любых. А как работает открытый читальный зал? Какие часы у него? Какие дни? Совсем скоро будет вывешен большой-большой баннер, на котором будет размещена сетка мероприятий. То есть по дням недели там все будет расписано. Там будут таблички с названием мероприятий. Но это не только выходные дни? Это и будни тоже? Нет, нет. Каждый день, каждый день что-то будет происходить. Кинопросмотры, какие-то настольные игры. У нас есть большие шахматы, будут проходить шахматные турниры. Мастер-классы по игре в ГО у нас есть. А кто заведует этим открытым читальным залом? Библиотека. У нас есть сотрудники, которые отвечают как раз за сетку мероприятий. Ну, конечно, Центр поддержки развития чтения этому помогает. Это как раз тот самый зал библиотеки, в котором можно шуметь. Да, да. То есть про тишину тут, в принципе, забыть. Постоянно подходят люди с улицы, которые слышат музыку или слышат, что-то происходит в этом зале. Подходят, садятся, участвуют. Это очень приятно всегда. Ну, вообще, вот если немножечко возвратиться к большому поэтическому рингу, можно ли сказать, что раз у нас обладатель пояса Ирина, Мишутина, поэтесса со стажем, что у нас у Самары, все-таки у самарской поэзии женское лицо? Или нет? Или это не показатель? Давайте устроим драку. Да, давайте. Драку не стоит устроить. Я бы не сказала, что это показатель. Во-первых, не все прошли в эти 16. Да, это случай. То есть это случайность. А во-вторых, ну, как я уже говорила, все мои соперники были парни и очень достойные. И Андрей Савкин, который вице-чемпион. Здесь, ну, просто Ирина симпатичней, если говорить. Так вот оно что. А если их нельзя, они настолько разные, что судим, вот как раз тот самый случай, когда, и я сказал судим, я не знаю, что вы будете делать. Просто нельзя сравнить. Это невозможно сравнить. Они настолько разные, что сравнить их, ну, не с чем сравнивать. Там нет, ну, как сказать, ну, я не знаю, мы слишком разные, да, слишком разные. Вот, и вот, пожалуйста, Андрей, он представитель мальчиковой поэзии. Он расстроился? Нет, он очень рад, он удивлен, что впервые ему удалось попасть вообще в какой-либо финал. Потому что у него очень нестандартные стихи, это вообще практически все верлибры, белые стихи, не похожи на классическую форму, вот как у Ирины. Со сложными внутренними рифмами и образы такие, что вот как раз тот, про я говорил, хочется на 15 минут забыться, так и подумать о чем-то. Это вот о его стихах такие. Поэтому как их было сравнивать? Вот, и здесь выбор такой был противоречивый и очень-очень сложный. Я вообще считаю, что в этом ринге нет проигравших. Проигравших однозначно нет. Уже сама возможность выйти перед аудиторией, перед аудиторией, очень сложной аудиторией, и прочитать свои стихи, и быть принятой ей, потому что никого не отвергали, всех принимали. Это, поверьте мне, как человеку, тоже читающему, выступающему, это дорогого стоит. А средний возраст примерно вот какой был? Был ли или все были как-то примерно одинаковые? Ну, кажется... Ну, там были и 40 лет, и 18 лет. Ну, где-то 23-25, наверное. 25 примерно. Понятно. Кстати, вот нам Софья в самом начале программы, и это будет, мне кажется, тоже полезная информация для вас, рассказала о том, что происходят некие велосипедные прогулки. Давайте посмотрим, как это происходит, что за идея, откуда она родилась, и кто, собственно, сейчас этим занимается, и будут ли еще они. Да, они не заканчиваются. Если вы зайдете в «Контакт» и зайдете в группу «Велосамара», то там есть тема «Покатушки», где как раз надо записаться, если у вас есть желание, на вот эти вот литературные велоэкскурсии. Да, старт этих экскурсий с площади революции, как правило, в 6 часов, то есть там, когда набирается на определенный день количество участников, вот тогда они объявляют старт. А так, прекрасно, у нас все прошло 16 и 17 мая, не знаю, от памятника Буратино-Швейка до разных мемориальных досок. — Прокатились, да? — Прокатились. Причем экскурсовод, да, тот, кто возглавляет колонну велосипедистов, у него есть текст, и он его заучивает. То есть настоящая экскурсия, экскурсовод, который объясняет, где они находятся, что происходит, почему Буратино, почему Сухов и так далее. — Да еще и с флагом. — И Швейк. Почему Швейк, кстати? — Ну как, почему? — Именно на этом углу. — Потому что, а, ну он жил там недалеко. — Швейк? — Да. — Как много я не знаю о родном городе. — Конечно, я думаю, пора садиться уже на велосипед и присоединяться к Роме Еремкина, который прокатит, расскажет и покажет, собственно, что у нас происходит в Самаре, такого интересного, в нашей Самаре литературной. Ну что, наверное, сейчас стоит подвести некие итоги. Мы выяснили, что у нас прошел большой поэтический ринг, в котором вот сидит прекрасная леди в коралловом платье. У нее пояс, к сожалению, не этот, но все же как-нибудь приходи, приноси. Если будет желание сразиться с победителем этого ринга, я думаю, может быть, ближе к осени, да, что-то там беретесь, как-то организуете что-то похожее. Ну, я думаю, что если вы пишете, пишете в стол или куда-то еще, пора заявить о себе. Пишите, участвуйте в ринге, а уж тем, кому не повезло и чье имя не достали с перчаткой и записочками, ну, пытайтесь еще раз, не время отчаиваться. С наших гостей благодарю, Софья, не прощаемся, совсем скоро мы уже выясним, что же интересного звучит на одном весьма, мне кажется, таком талантливом и продвинутом радио. Радио «Время» звучать, какие поэты, какие наши самарские литераторы об этом нам расскажут наши следующие гости. Прекрасный пляж, хорошие условия для отдыха. Не знаю, в кино сходить там, еще куда-нибудь, на пляж, на карусели покататься. Сходить на набережную, искупаться. Не знаю, я не из этого города, я в своем городе выезжаю на природу, в другое место куда-нибудь, на базу. Вот пляж, вот река, Волга, это большое счастье, что у нас есть Волга. А так, сами видите, жара, 35 градусов, дышать нечем, шевелиться не хочется. Единственное, отдых у воды у водоема. На набережную, на ту сторону, на турбазу. В городе, в нашем Самаре есть и другие места, где можно отдохнуть, но когда жарко и когда знойно, как сегодня, то лучше на набережной, я думаю, места нет. Ну, погулять, разве что, сходить или куда-то в театр, в кино. Набережная, парки, можно сходить на пляж, покататься на роликах, на велосипеде, съездить за Волгу, на какую-то турбазу или просто отдохнуть. Пойти погулять, сходить на пляж. Можно поехать покататься в парк, на роликах, на велосипедах. В парке. Вот мы были в парке Гагарина, и нам очень понравилось. Вот мы с мужем пришли на набережную, и нам очень понравилось. Мы позагорали с ним, искупались. И вообще испытываем блаженные чувства. Воздух, как говорится, природа. Здесь просто неописуемая красота. Пляж – прекрасное место для отдыха. А еще? А еще в Царевщине дачу надо иметь. Побольше на набережных находиться. Что еще? В парках, развлекаться на аттракционах. Чем же еще интересным занимаются Самары литературные, будем сейчас выяснять нашими следующими гостями. Давайте я их с большим удовольствием вам представлю. С нами здесь директор радио «Время звучать» Алексей Елхимов. Здравствуйте. Также с нами здесь руководитель Центра чтения Самарской областной библиотеки Софья Сыромятникова. И присоединилась нам поэтесса, победительница в номинации «Время звучать» Татьяна Губанова. Здравствуйте. Софья, ну пару слов, почему замечательные эти люди сегодня примкнули к вам, к организаторам Большого литературного фестиваля. Ну, для начала историческая справка. Хорошо. Мы уже давным-давно сотрудничаем, наша библиотека сотрудничает с «Время звучать». Есть прекрасный проект «Совместный читай и слушай, слушай и читай». В рамках него записываются на радио поэты, которые у нас победили в разных конкурсах, ну и вообще, которые нам очень нравятся. Вот. Вот Татьяна Губанова. Которых хочется слушать, я так понимаю. Да, которых хочется слушать. Конечно же, этот проект был представлен на Самарском литературном фестивале. И не только в виде больших читок, которые также связаны с этим радио, но и в виде программы «Наши поэты». И было голосование в социальных сетях, где выкладывали записи. Там и Мария Пивоварова, и Андрей Савкин, и Юлина Гузова, и много-много наших любимых акторов. Но проголосовала больше всего за Татьяну Губанову. Накрутила, Таня, давай рассказывай, как это было. На самом деле, многие мои друзья решили меня поддержать в голосовании. Но действительно, конкуренция была такая нормальная, потому что вот у Марии Пивоваровой тоже много было голосов. Насколько в итоге у тебя голосов? Помнишь сейчас? На тот момент, когда... Итоги подводили. Подводили итоги, у меня было около 75, по-моему, голосов. А сама я, например, тоже голосовала не за себя, а за других поэтов. Это не проверить. Рудольф Голубев, например, понравился очень. То есть такие честные поэты у нас? Ну, в принципе, да. Леш, когда к тебе пришли ребята, поэты, областная библиотека с этим вот проектом, ты как директор долго думал или недолго думал? Тут все очень органично у нас получилось, потому что действительно, Софья правильно сказала, что работаем очень давно, и площадка «Время звучать», она как будто была создана для цели и задач, которые сейчас стоят перед библиотекой, как на мой взгляд кажется. Потому что испытательный полигон для молодых поэтов, литераторов, так же, как для музыкантов, это очень важная штука. Единое информационное пространство и возможность выйти на большую аудиторию, это любому творческому человеку очень важно. Художнику сделать выставку, поучаствовать в выставке, а поэту выйти на площадь, выйти на аудиторию, издать книгу, как только что вы рассказывали в предыдущей студии. Также музыканту издать диск и получить концертный зал или эфир на радио. Это цели одного порядка. Поэтому проект «Читай и слушай, слушай и читай», который мы делаем с областной библиотекой, он не Софья пришла ко мне, не я пришел к Софье, а как-то в разговоре случилось так, что появились люди, которые нас связали. И вот уже, наверное, два года мы сотрудничаем, а в этом году появились совершенно конкретные, определенные проекты и программы, которые идут в эфире радио «Время звучать». Это и наши поэты, это актерские читки «Он Айр», актерские читки в прямом эфире, когда мы впервые стали читать в прямом эфире на радио современную драматургию, и позже проект перерос в рамках фестиваля в большие читки, где мы уже выехали сами с актерами, не только в вузы Самары, но и в вузы малых городов области, где актеры прочитали монопьесы, и не просто монопьесы, а мы нашли монопьесы самарских авторов. Такие мини-гастроли у вас получились. — Знаете, если говорить про большие читки, а я выезжал в Новокуйбышевск, например, где мы читали одну из пьес с Женей Клюевым, там возникла очень интересная ассоциация, что это как прививка культуры, понимаете, выехала такая бригада медицинской скорой помощи, и были ребята, вот сидят первокурсники, аудитория. И я говорю, ребята, как давно вы были в театре? Молчание. Я говорю, а кто вообще был в театре? Поднимается одна рука, я говорю, а по какому? Он говорит, в театре драмы. Я говорю, на чем? На щелкунчике, говорит он. Я понимаю, наверное, он перепутал с театром оперы и балет. — Опера и балет, конечно. — Вот. И поэтому, а мы приехали еще с таким чемоданчиком, у нас все фиксировалось, была аудио-видео-съемка для того, чтобы качественное, чтобы мы могли потом также это дать в эфир на радио. И этот чемоданчик, с которым мы приехали все снимать и записывать, и фиксировать, он очень был похож на этот медицинский саквояж, и действительно приехала такая бригада, сделала укол. И это, я думаю, что нужно делать чаще. И это мобильно, легко, интересно, хорошо, и есть обратная связь. И одна из важнейших частей этой большой читки — это не просто прочитать пьесу. — Паролям. — Да, паролям. Этого мало. Важно в конце, после читки, обсудить, поговорить, затронуть болевые точки. О чем писал автор, какая тема сквозная, актуальна ли она, будет ли она интересна той молодой аудитории. И если мы имеем такой обратный отклик, возникает дискуссия, то эти ребята обязательно проявят больше интерес в следующий раз, когда им предложат поход в театр. Культурный поход, кем бы он ни был предложен. В идеале, чтобы они предложили это сами, своей девушке. — Например, почему нет? А что за мероприятие, фотографии вы тоже принесли к эфиру, проходило вот в рамках фестиваля? — Конкретно в рамках больших читок. — Да, больших читок. Вот сейчас будем увидеть фотографии на экране, посмотрим. — Был выезд в Новокуйбышск, в Центральную библиотеку Пушкина, там читал с пьесы Ануфремева. Был выезд в Тольяттинский государственный университет, в ВУЗы, в ПЕД, в ГОС, в СГИК. И в маленьких библиотеках сельских муниципальных наших районов проходили встречи с писателями, тоже в рамках большой читки. А здесь вот как раз происходит последний день фестиваля, это закрытие, 22 мая, мастер-класс по каллиграфии, мастер-класс по поэзии в инфографике. То есть вот такие вот интересные у нас мастер-классы. — На технологиях какие-то в литературе используется. — Да. Ну и, конечно же, музыкальная часть от «Радио время звучать». Такие музыканты поразительные. Данила Телегин, Снеговский. — Сережа Лысенко. — Да. И Сергей Лысенко, который поет как Высоцкий. Прям один в один. Удивительный, конечно, мальчик. Вот. Все такое яркое, красивое. И, конечно же, лето, оно как раз вот, наверное, должно нас мотивировать делать еще и еще такие фестивали. — Конечно. Все только начинается, я думаю. Таня, ты вот новичок во всем этом литературном мире или ты уже какие-то шаги вот для себя сделала, успела сделать? — Ну, вообще, в принципе, да. Наверное, новичок, потому что долгое время, как говорят, писала в стол, а только с начала этого года, точнее с марта начала такую публичную деятельность. — А что сподвигло? Захотелось чего-то нового, эмоций, каких-то чувств? — Ну, просто я участвовала в школьном поэтическом чемпионате. И там как бы, ну, мои стихи выделили. И я познакомилась с Денисом Домаревым, и меня пригласили в студию «Лабиринт творчества». Потом я стала ее посещать, стала как бы озадовлена о мероприятиях, которые проводятся в Самарии. Пытаюсь теперь принимать активное участие. — Ну, на самом деле, мне кажется, как там, если перефаразировать классиков, мы все писали, да, понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Главное, что донести это до каких-то своих зрителей, слушателей. А вот ты себя по радио через интернет слушала? — Конечно. — Кто-нибудь тебе говорил, что он тебя тоже слушал, слышал, например? Как это было? Расскажи, поделись своими эмоциями. — Если не считать моих друзей, просто приятно становится, что у меня новое знакомство именно вот в этой среде, в литературной. И когда ты приходишь на очередное мероприятие, многие люди тебя узнают тоже по каким-то другим мероприятиям, в том числе и по радио, возможно. И это, конечно же, приятно очень. — Свой голос тебе понравился на радио? — Ну, как сказать, не очень, если честно. — Ну, а вот перед записью, Леша, вы как-то с ними репетируете, записываете? — Нет, сейчас на радио работают звукорежиссеры, причем ребята тоже работают на общественных началах, потому что им это интересно. Радио как благотворительный проект, поэтому Саша, звукорежиссер, который и в театре «Самарт» работает звукорежиссером, и у нас на радио приходит, он записывал, ребят вот прям вот пришли и записали. — В воздухе набрал, прочитал и все. — Да, да, да. Наверное, если развивать проект, то здесь нужно побольше, поработать, порепетировать, и уже дальше, вот правильно Дима Львов говорил перед этим, что уверенность должна появляться с опытом. И тогда и звучать ты будешь иначе, и стесняться перестанешь своего звучания, и появится опыт работы с аудиторией, и возникнет… ты поборешь себя в первую очередь, победишь себя, и возможность общения станет настоящей. Невозможен диалог без общения. Это, пожалуй, самое главное. Даже вот не то, чтобы ты стал знаменитым или известным. — Почему нет? Вот. Вот. Я говорю, что это не просто… это важно, может быть, но это не главное. Важно, чтобы возник диалог между тобой и зрителем, между тобой и слушателем, между тобой и читателем. И в этом диалоге вот это драматургическое столкновение и возникает, а значит, мы можем открыть для себя то, чего еще никогда не знали. И это самое главное. Ну, а кто может принять участие в этом проекте? Куда нужно принести? Что нужно сделать? Вот. Может ли человек сам записать, прислать какую-то запись? Или это все-таки исключительно какая-то вот такая связь? В первую очередь мы работаем с теми авторами, которые у нас участвуют в различных читках, конкурсах, участвуют в литературных студиях, которые у нас проходят в Самаре. Это литературная студия «Лабиринт творчества», литературная студия «При союзе писателей». То есть мы высматриваем интересных авторов, вычитываем, конечно же, рукописи и после этого передаем вот в руки Алексею. Ну и в то же время всегда можно, если люди первый раз слышат о нашем проекте, о наших совместных действиях, всегда можно зайти на сайт radio.ru или просто в поисковике набрать время звучать. Вы увидите, первые сто ссылок точно ведут к нам. И там есть адрес электронной почты, где и поэт, и музыкант, и писатель. Очень много сейчас, кстати, самарских людей издаются, и мы просто о них не знаем. Они пишут, что у них вышла книга, давайте сделаем аудиотрансляцию. Поэтому, ребята, время звучать, заходите, пишите. Мы всем чрезвычайно рады и готовы работать. Это интересно может быть. Друзья, ну, если вы сейчас заинтересовались, может быть, этой новостью, какой-то удивительной возможностью действительно зазвучать, заходите к нам в группу программы «Универсальный формат», сделаем все перепосты, сделаем ссылки для того, чтобы молодые и не очень таланты Самары действительно зазвучали. Кстати, взрослые люди, помимо молодежи, как-то к вам стучатся, пишутся, записываются. У нас в прошлом году был очень хороший проект. Есть самарский писатель, между прочим, он почти фантаст, Владимир Миклавчич, и у него есть уникальный роман «Иллюзия», называется «Арка». И мы в прошлом году делали краткую запись его книги, то есть получилась такая аудиокнига, которая крутилась в сопровождении выставки одной самарской художницы, в галерее «Новое пространство». Ну и, конечно же, эти записи, они есть, они очень интересные. Они попали в Самарскую областную библиотеку «Слепых», и там тоже они как бы есть в фонде. То есть ничто не пропадает, все, оно на самом деле остается в архивах. У нас просто дальше делать этот проект, и будет радиосериал такой. Причем очень интересная книга тем, что там органично вплетается рок-музыка, и поэтому для слушателя это будет очень просто органично и интересно. Очень музыкальная составляющая, да? И это вот сколько лет, Юль, ты знаешь, не занимайся самарской музыкой, самарской сценой, а самарским радио- и телевещанием всегда будешь что-то открывать. Конечно. Вот до сих пор открываются новые имена, и я не удивлюсь, если после нашего эфира опять будут звонки, опять новые письма и новые люди появятся. Это круто. Нет, на самом деле, дело-то вы делаете хорошее. Главное, что народ понимал и не боялся, и не стеснялся, из стола доставал, как Таню в свое время. Таня, но ты вот сейчас, например, посмотрев на нашу, например, гостю Ирину Мишутину поэтическом ринге, не подумываешь принять участие? Я уже принимала участие в поэтическом ринге, да, но не выдержала конкуренции. Ну страшно это вот для тебя, если? Ну вообще, в определенной степени да. Учитывая то, что у меня мало опыта совсем, но это очень интересно. И по этому интересам как-то перебарывает и страх, и волнение. То есть, в принципе, как бы продолжать будешь? Да. На этом не закончишь? Однозначно. Ну я так понимаю, что в течение лета, если заходить на ваши ресурсы, в группы ВКонтакте, на официальные странички сайта, какие-то мероприятия будут? Да, конечно, у нас есть группа «Центр чтения», очень просто нас найти, «Центр чтения», мы такие одни. И там вся сетка мероприятий, ну вот все в новостной ленте, все понятно, что у нас сейчас актуально, что не актуально. В общем, заходите, участвуйте в наших мероприятиях, они все поразительные, яркие, все литературные, культурные. Ну я так понимаю, Алексей ждет новых талантов, самарские. Открывать готов. И не только самарские, потому что в этом году уже есть вещание саратовской музыки, готовятся плейлисты других городов России. В общем, регионы новые прирастают на время звучать. Так, глядишь, будет всероссийский, а то и международный проект. Я так понимаю, что я знаю, что вас слушают другие города. А разве не интересно послушать, что делают такие же поэты, как ты, только в Владивостоке? Или такие же музыканты, как ты, которые играют в рок-клубе, только в Хабаровске? Это же страна огромная, а общаемся мы на одном языке. Это очень круто тоже. Ну вот, дорогие друзья, как-то быстро наш эфир подошел к концу. Тем не менее, много полезной, нужной, важной, хорошей информации вы получили. Не сидите на месте, творите, звучите, пишите. Ну и, собственно, если есть какие-то вопросы, я думаю, наши гости, если вы к ним обратитесь где-то в социальных сетях, на сайтах, с большим удовольствием на них ответят. Большое вам спасибо, что пришли. Творческих успехов всем. Без исключения, но вам хорошего настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин